Здарова, парни, еще раз. Я вам сейчас прогоню коротенькую телегу, значит, ну такой на весь год, скажем так, да, и просто в виду вкус дела человеком вообще будет заниматься, и сегодня и вообще, ну и к чему это все приведет. Значит, первый момент, что заниматься мы будем в основном как подными вещами, как в качестве самообороны, так или немножечко наоборот, в том плане, что не будет какой-то профильной подготовки к спортивным турнирам, организованному участию в них и так далее. Если вы вдруг ищете именно вот этого всего, то здесь этого не будет. Но поучаствовать никто не мешает, и однозначно мы будем пересекаться с другими школами на совместных тренах, на каких-то открытых коврах, к себе приглашать, наград и так далее, поэтому смотреть на техники других школ будет нужно, и нужно. Значит, это первый момент. Второй момент. В свете последних событий, я считаю, что стоит отметить важность подобных тренировок на фоне таких вот тусовок, как теракт в Сурвуте и недавнее нападение на винтов, значит, в попытке. Я так думаю, что завладеть это уже, хотя и не факт. Просто для того, что если еще пять лет назад можно было рассуждать о том, что ножевой бой и все, что с ним связано, это такая чисто спортивная и ненужная в российской бытности, например, в Малайзии или Востоке вещь, то сейчас мы приходим к тому, что нет, как бы это реально нужно, потому что мы можем оказаться в разных ситуациях и оказаться против мотивированного на смерть агрессора с ножом, и надо понимать, как от него минимум уйти. Это второй момент. Значит, третий момент. С этого года мы запускаем новую программу. Если раньше она была более-менее структурированной, но достаточно сумбурной, в этом году она будет максимально последовательной, полностью прописанной. Значит, что это даст? Это будет очень скучно для всех, кто ножом в длительное время, по крайней мере, с нами занимался, но позволит закрыть им дыры. А все, кто ножом толком не занимался, позволит пройти, грубо говоря, от его до, ну, в рамках определенной ступени, скажем так, да, это ступени достаточно объемные и закроют, ну, большую часть потребностей, на самом деле, ну, среди эстетического человека, скажем так. И последний момент, это вопрос о снаряде. Значит, в принципе, у нас, чтобы всех снарядить очками там и макетами, снаряда хватит за глаза. Но, к несчастью, не все, значит, наши макеты достаточно хороши, чтобы максимально полно передавать науку данного единоборства, с одной стороны, потому что они либо слишком мягкие, либо слишком жесткие, они либо травматичны, либо не информативны, ни для одной из сторон спальни. Поэтому, со временем, всем, кто захочет, скажем так, тренировать продуктивно, надо быть самокстательно для обнести определенный макет, я, по-моему, скажу, какой и где его можно взять. Их, там, два варианта, по-моему. И то же самое с очками. Они есть на всех, и через них даже видно, и к этому сезону мы закупили дохили еще новые, какая они даже прозрачная, они царапанная, но они быстро потеют, они безрезвенные, поэтому в башки слетают и так далее. Поэтому, если хочется чего-то более совершенного, магазин, значит, называется открытый, я опять же не скажу, что и где взять. Ну, наверное, все, что я хотел сказать здесь, я сказал. Дальше пойдем в зал, и будем уже предметки с вами.